Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня у нас будет довольно нестандартный ролик для моего канала. Здесь будут прикольные, интересные и странные моменты того или иного контента в игре. Ну а также сегодня стартует розыгрыш Сиоли. Итак, поехали. В мире есть люди, которые к своим делам подходят креативно. И видимо вот эти игроки одни из них. Здесь они не просто стоят и авкают, и ничего не делают, как в основном минимум третья, и то даже половина, да и бывает больше половины рейда. Тут в принципе и всем посрать, что это массовая пвп арена, здесь по сути все должны между собой драться. И в первую очередь, конечно же, насрать кому? Правильно, разработчикам. Конечно же, есть игроки, которые идут сражаться между собой, но некоторые делают это не так уж прям быстро. Хорошо, что данные картины я вижу очень редко, иначе моя божопа, наверное, пылала куда бы ярче. Это, конечно, не новость, что в некоторых местах можно посмотреть за текстуру, посмотреть, что там, что там за локация, где это вообще какое-то то или иное место находится. Также, конечно, за некоторые текстуры можно зайти, где-то упасть, но, честно говоря, я бы этим не особо переусердствовал бы, потому что после этого можно просто пропасть. Да и в принципе сейчас за что угодно можно отлететь в бан, благо на некоторое время попрыгал на чей-то машине пару раз, бан. Я уже как-то делал подобный ролик, где видно было, как бездна, допустим, тоже находилась в каком-то пространстве просто на весу, где помимо того, что мы видим изнутри, снаружи вообще ничего не было. И также попадалось совсем наоборот, допустим, за каким-то, не помню, инстансом или ареной, там была текстура травы и просто небо, ну, текстура неба сверху была, даже вроде холмики какие-то. К примеру, вот, допустим, рейдовый инстант с последний день и Рамканда. Здесь границы хорошо, в принципе, просматриваются, хватает лишь взобраться и взлететь повыше. Ну и при этом, конечно же, выкрутить в настройках максимальную дальность прогружения. И здесь я также обнаружил вот эту точку, этот угол, в принципе, никуда персонаж не проваливается, он просто почему-то исчезает, как и, в принципе, часть текстуры, за которой теперь хорошо видно, что там находится снаружи. Продолжение следует... Ну и, конечно же, куда же мы могли пойти без корейской версии игры ArcheAge. Некоторое время назад там в игру была введена наша всеми знакомая буханка. Я знаю, что до сих пор есть игроки, которые верят, ну вот, разработчики сейчас что-то сделают. Они вот это ввели в игру, алло, нахрен, просните, что они сделают? Они введут еще какую-нибудь дичь детскую. Они полгода, нет, больше, год, даже больше года, наверное, не могли вернуть в игру вторую карту для Daska. Вот эти вот пруды. И что они на ней изменили? Правильно, подняли потолок и все. Вот это прямо инновация. Вот это вот подняли потолок. Матери Божьей, ну как вы это сделали? Кстати, можете написать в комментариях, как вам данная кореяночка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и как я уже упомянул, сегодня стартует розыгрыш 10 пин-кодов по 20 дней Сиоли. Правила для участия многим будут уже знакомы. Нужно будет всего лишь подписаться на мою группу ВК. Итоги розыгрыша подведем в следующие выходные. Здесь вы можете найти обработанные мною по-разному фото. Ну и кстати, конечно, если вам или вашим знакомым нужно обработать какие-то фото, то можете написать мне. Здесь, конечно, может кто-то и спросить, что зачем типа я показываю группу по обработке фото, если у меня канал посвящен игре Аркейдж. Но тут все довольно просто. На ваши комментарии или подписки на канал я себе поесть не куплю как бы. Но это, правда, не отменяет момента, чтобы вы не писали комментарии под видео. И в этом видео я также скажу, что пишите комментарии насчет увиденного. Ну и также, конечно, подписываемся на канал, прожимаем колокольчик, чтобы ничего в дальнейшем не пропустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!